было четыре главных группы еврейского народа среди евреев и они не пользовались мобильными телефонами совсем четыре главных группы кто хочет эти группы упомянуть пожалуйста вспомните 4 я учил об этом еще даже в маяках мы хотим вернуться в маяки джесейс дэнс саду кис фарисе зелос зелос джесейс 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 откуда вы знаете я об этом учил раньше еще вы слышали другие учителя а он научился видно у меня а кто это был вали 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 валера дема хи сетинг бэк и за глаз из одна из этих групп она не разделяла эту надежду грядущего мессианского века что это была за группа они пророков не ставили на первое место они не верили в воскресение мертвых они не верили ни в ангелов не в духов может быть кто-то из них и верил что душа после смерти еще может существовать но кто-то но наверное другие не верили они обладали контролем над храмом и они представляли большинство в синодрионе и они сотрудничали с римскими оккупационными властями и то есть большинство из вас знают эти факты это для вас не является новостью но то чего вы вероятно не знаете что было еще три группы фарисеи и 7 и зелоты и а варен варен вовс и и what they thought were programs и и и и остальные три группы были вовлечены в деятельность которая была программой чтобы привести мессию чтобы приблизить царство божье и и мы используем греческий термин для этого эсхатология кто из вас знает слово эсхатология это буквально означает изучение последних вещей и мы используем это как описательное слово слово эсхатологический это нечто что связано с последними днями фарисеи и сей и зелоты они все были вовлечены в эсхатологическую программу программу в которую они верили что эта программа последние дней чтобы привести мессию и утвердить его царство фарисеи были они были праотцами вот раввинистического иудаизма и фактически после разрушения храма фарисеи они утвердили раввинистический иудаизм и было две скажем выдающихся группы фарисеев последователи гилеля и шемая и упоминается часто что шемай был более строгий а гилель он был милостивый и либеральный в первом веке группа шемая была более сильной а после первого века утвердилась или укрепилась группа гилеля и эти два великих раввина жили когда ешуа был еще подростком и они были современниками ешуа но еще до его служения и фарисеи верили что чтобы привести мессию нужно было чтобы евреи все в земле израилевой осветились не только через соблюдение Тору но через то чтобы обладать очень таким уникальным применением Торы и это применение Торы образ его применения он сохранился до сих дней вот в чем смысл Бог он дал определенные указания священникам и если весь Израиль будет соблюдать законы о чистоте данные священникам то Израиль особым образом очистится потому что священники должны были соблюдать законы о ритуальной чистоте и всем израильтянам необходимо соблюдать законы о ритуальной чистоте и если мы все израильтяне начнут соблюдать все законы Моисея и законы о ритуальной чистоте то мы станем такой святой нацией что Мессия придет он наших врагов поразит и утвердит Царство Божье ну разрешите мне привести несколько примеров законы о чистоте они основываются на списке чистой и нечистой из Торы если ты прикоснулся к дохлому животному или вообще к нечистому животному или ты прикоснулся к женщине во время месячных ты уже нечистый а что происходит если ты нечистый что собственно происходит молния с неба не сходит когда ты нечистый нет все очень просто ты живешь в нормальной жизни но ты ритуально нечистый и ритуальное очищение тебе нужно только в одном случае когда ты идешь приносить жертвоприношение в храме и так чтобы очиститься тебе нужно через ритуальное омовение через микву пройти а потом можешь идти в храм и что-то делает тебя нечистым семь дней что-то тебя оскверняет на один день и ты принимаешь ванну и уже чистый но мысль фарисеев состояла вот в чем чтобы весь Израиль сделать ритуально чистым через соблюдение храмовых законов о ритуальной чистоте и это было очень и это очень тяжело сделать это означает что людей нужно заставить следовать ряду ритуальных законов похожих на то как если бы они служили в храме позвольте мне привести вам пример то что продолжается по сей день в раввинистическом иудаизме я год назад в университете города хайфа в ульпане проходил интенсивный курс еврита и учителем была женщина она ортодоксальная еврейка в ультра ортодоксальных общинах женщины не могут учить в хайфских университетах кроме в случае если она не в браке она скромно одевалась и учила курс и она очень хорошо учила но однажды я забыл что она ортодоксальная еврейка и я хотел пожать ей руку и она не позволила а почему она не позволила пожать ей руку две причины первое есть разные причины то есть вы никогда не можете знать скажем в каком состоянии женщина а вот ритуальная чистота если бы она была ритуально не чистой она бы меня осквернила это одна причина вторая причина это относится к второй части фарисеев о которой я не упоминал это означает построить защиту вокруг торы то есть вы придумываете новые правила чтобы предохранить себя от нарушения библейских библейских заповедей например ты не можешь заниматься сексом с женщиной которая не является твоей женой сколько из вас очень мудрых и вы поймете это и представьте себе что с женщиной иметь сексуальные отношения чрезвычайно сложно не прикасаясь к ней подумайте об этом трудно представьте себе что если есть такое правило чтобы не состоявшие не состоящие в браке мужчина и женщина чтобы они друг друга никогда не касались представьте себе они таким образом никогда не смогут заниматься сексом это означает построение ограды вокруг торы мы видим что в первом веке фарисеи следовали обоим этим принципам и эти принципы часто работали в единстве и ешуа с этим разобрался он разобрался с этим таким образом что чтобы сохранить относительно ритуальной чистоты и и построение ограды вокруг торы относительно ритуальной чистоты и построение ограды вокруг торы и если вы собирались кушать то был риск что вы могли прикоснуться к чему-то нечистому или вы например мыли руки а вы должны были помыть руки то есть ритуальное омовение рук чтобы сделать себя ритуально чистым и потом покушать но если вы ели пищу не омыв рук ритуальным то могла возникнуть большая проблема ваши нечистые руки делали нечистой пищу затем вы принимали ее в свое тело и вы становились нечистым ой вавой ой вавой ой вавой понимаете образ мышления ешуа сказал он говорит это не то что в тело входит оно его скверняет и он говорил о моральной нечистоте а не ритуальной и в 15 главе матфея говорится о том что кушать с ним этими руками не делает человека нечистым да есть еще вот некоторые ограды вокруг закона фарисейские ограды вокруг закона правильно работа которая не определяется экономически необходимой для твоего выживания когда бог говорит не работай в субботу то есть имелось в виду очень простой все очень простое значение это просто выходной от работы и это было связано с их рабством в египте потому что это воспоминание о том что бог создал мир в шесть дней в седьмой почил во времена во времена и шуа и в современном ровнистическом иудаизме работа определяется так если она работой называется то когда ты что-то созидаешь ты не можешь делать ничего созидательного вот вот почему в ортодоксальных синагогах вы не используете музыкальных инструментов чтобы уважать храм когда вы исключительно используете музыкальные инструменты но вне храма музыкальные инструменты они слишком творческие и вот почему в субботу никого лечить нельзя потому что медицинское лечение оно то медицинское лечение которое совершенно необходимо для спасения жизни является созидательным или творческим и также исцеление оно созидательное если например приходит шаббат намазать кремом вашу рану до шаббата то есть нужно рану намазать до шаббата и до конца следующего дня стараться ее не лечить потому что вам не нужно делать чего-то созидательного что же делал Яшуа он взял и отверг это понимание он исцелял больных в субботу потому что суббота это день освобождения еврейского народа детей Израиля и даже в случае если это лекарство и медицинское лечение оно является медицинской уход части исцеления он плюнул в грязь и они плевок использовали для лечения иногда то есть плевок считался исцеляющим действием Иисус плюнул в пыль взял грязью помазал глаза слепого потом говорит пойди умойся и он видит он таким образом нарушил фарисейскую галаху потом что он сделал еще фарисеи сказали что если мы не работаем в субботу не будем работать в субботу то мы не должны собирать урожай и мы в Талмуде можем найти спор сколько можно собрать урожая на поле чтобы не нарушить шаббат фарисеи сказали в позднейших писаниях Талмудических если ты что-то сорвешь и съешь это сбор урожая ты работал Яшуа вот был прекрасный субботний день они идут через поле и если они что-то срывают и наслаждаются этим то это не работа это даже не было такой работой как открывание холодильника и доставание оттуда яблока но поскольку вы не берете это из холодильника а срываете с дерева и едите то значит что вы работаете в шаббат и вы находитесь в большой проблеме вот такая почему они это придумали для того чтобы оградить Тору фарисеи и в общем они понимали что раввинистический иудаизм это не то же самое что фарисейство но они были связаны и фарисеи они установили направление для раввинистического иудаизма и забота о ритуальной чистоте иногда принимала такие масштабы что они теряли наиболее важные ну скажем теряли фокус на более важных местах Торы они упускали из внимания на более веские части закона вы со мной фарисеи думали что если весь Израиль будет соблюдать законы их законы о чистоте и еще те прибавки к законам которые они создали то придет Мессия и Царство Божие придет все это понимают и вы можете видеть то же самое в современном ультраатоксальном джудаизме вы можете обнаружить что множество евреев соблюдают Тору так как они понимают в ожидании что придет Мессия очень интересно не правда ли и эссеи они отличались они также были озабочены ритуальной чистотой и они также имели свои дополнения к законам но они еще строже фарисеев были чем же отличались эссеи и фарисеи и эссеи они не хотели связываться с саддукеями в храме и большинство евреев надеялись что спасенными будет только остаток евреев у эссеев было такое мышление что спасется только остаток и эссеи рассматривали всю храмовую систему как коррумпированную развращенную то есть они просто вышли оттуда и почему же эссеи считали что храмовая система она развращена то есть они считали храмовую систему развращенной потому что первосвященство контролировалось людьми которые незаконно имели эту власть в пророках в пророках в пророке говорили что первосвященство оно происходит от одного священника через его потомков кто может мне сказать кто этот священник был кто был священником во времена царя давида цедок цедок он был первосвященником цадик цадик и так был первосвященник по эллинии цадока до 165 года до рождения еще во время восстания маковеев Знаете, кто такие Макавеи? Праздник Макавеи. Знаете Хануку? И последний из линий, первосвященник по линии Садока. Его имя было? Кто знает имя? Джуда? Он был Онай-третий. Онай-третий. Сейчас хочет написать О-На-Ни О-На-Ни Третий. Онай-третий был. И что же произошло? Сирийская греческая империя стремилась иудаизм уничтожить и утвердить греческую религию. Было много всяких конфликтов. И Анаю удалили со священства. И некоторые верят, что позднее его убили. А потом Маккавеи, они устроили такое массивное большое восстание против греко-сирийцев, и в конечном итоге последний Маккавей и его братья добились полной независимости Израиля. Как его было имя? Отца звали Матитяху. Старший брат был Иуда, который восстановил храм. Потом он умер. Потом был Симон. И последний брат был Джонатан. И Джонатан Маккавей, Ионафан Маккавей, он сделал что-то радикальное, провозгласил себя царем и первосвященником. Джонатан Маккавей, это был Йонапан, и он стал Джоном, Иоанном, извините, Хоккайносом первым. И он начал монаршескую династию в Израиле, монархическую династию, которая называлась Хасмонеей. Монархическая династия под названием Хасмонеей. Вот ее вот этот царь начал. И это привело к разделению в Израиле. Саддукей — это была партия, поддерживающая Хасмонеев. Фарисеи от Хасмонеев отделились. И стали отдельной партией от Саддукеев. И между Саддукеями и фарисеями был большущий конфликт и вообще много конфликтов. Но в конце концов фарисеи все-таки решили объединиться с Саддукеями. В конечном итоге фарисеи, они кооперировались с Саддукеями. А Иесеи сказали, что они не будут сотрудничать с фарисеями и Саддукеями, потому что те развращенные. И они начали независимые общины. И они стали говорить о восстановлении священства Садока. Они делали множество всего, чтобы сохранять ритуальную чистоту. Да, они, значит, ритуальное мовение делали. И если бы было достаточно людей, которые бы жили такой жизнью, как Иесеи, то есть большинство, то есть это было бы, извините, меньшинство, но достаточное меньшинство. И этого было достаточно, чтобы Мессия пришел. И они могли сражаться в войне. И это была бы война Сынов Света против Сынов Тьмы. И вот в свитках Мертвого моря нашли книгу об этом. То есть это было мышление Иесеев, и это было их учение. И потом Мессия, он будет судить мир. И Иесеи, они унаследуют Царство Божье. То есть община Иесеев, она была очень аскетическая, как монастырь. И третья группа, это были зелоты. И зелоты, они пришли к решению, что вот этот ритуальный путь и религиозный путь приведения Мессии, он неправильный. То есть не значит, что они были против ритуальной чистоты. Но они думали, что это не принесет Царство Божьего. А что же Царство Божье принесет? Шаг веры. И какой же это будет шаг веры? Взяться за оружие и свергнуть римскую оккупацию. Если мы соберем достаточно народа для восстания против Рима, то Мессия себя явит. Мы одержим потрясающую военную победу, как Макавеи, и придет Царство Божье. Вы это понимаете? Три части. Вопросы. Об этих трех партиях. Иисеи в то время считались сектой, или это было направление нормальное? Вопрос. Иисеи считались, считались ли Иисеи сектой в те времена, или это было направление нормальное? Они считались такими более радикальными. Но никто не сказал, что они не были в Иудеизме. Они были частью иудаизма. Никто их от иудаизма не отделял. Они просто были меньше по своему числу, чем фарисеи, но их было больше, чем, например, саддукеев. Но фарисеи — это была самая крупная группа. С другой стороны, но по таким законам, по каким жили фарисеи и Иисеи, жило очень небольшое количество народа еврейского. Но большинство людей было по-прежнему амха-аретс, которые просто жили обычной жизнью и на себя не принимали какие-то дополнительные вещи. Но в целом народ отдал фарисеям роль учителей. Учителей народа. Еще вопросы есть? Александр Хесс. И вот, как говорится, насколько можно считать это правомощным? Потому что то, что я читал в Иуде, это не то, что люди делали вовремя культуре в Иудейской войне. И я понял, что они убили Один из виновников Разрушение храма Насколько я правильно понял вопрос В соответствии с Иудейской войной Иосифа Флавия Спровоцировали Восстание зелоты И фактически они послужили Виновниками разрушения храма Насколько это Исторически корректно Насколько это Исторически достоверно So the question in English According to Joseph Flavius Zealots Yes They provoked the revolt And they Became the reason That the temple by Romans At last was Destroyed And how historically It's real It's true And it's correct Usually It's considered that Josephus was trying to be In good with the Romans Ага Ага Вот считается Что Иосиф Флавий Он старался Быть в хороших отношениях Лояльным к римлянам И он хотел Чтобы римляне О евреях Думали хорошо И он Обвинял Зелотов Как меньшинство Всегда Но Зелоты Они Иосифа Флавия Назначили Своим Генералом В этом Главнокомандующем Своем Восстании И он был Генералом Галилейской Области Во время Восстания Да Иосифа 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 Они Ой Извините Зелоты Они Пытались Спровоцировать Восстание Но Большинство Людей Они Не 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 Верили Что Зелоты Это Могут Сделать И Когда Римляне Ввели Идолопоклонство То Это Заставило Именно Людей Восстать И Занять Сторону Зелотов То Есть Фактически Римляне Они Несли Большую Ответственность За Это Восстание И Разрушение Храма Если Бы В своем Правлении Римляне Употребляли Больше Мудрости То Люди Бы Зелотов Не Поддержали Вопросы Есть Спасибо 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 Вот этот хороший. Длинный шнур, тут шнур короткий. Пейцо попроще. В еврейских школах есть предмет истории Израиля, и там тоже рассматривается аспект. В еврейских школах есть предмет истории Израиля, и там также обсуждается аспект. Иосифа Флавия, иудейская война, конспюта аспекта еврейской войны от Джозефа Флавиаса. И виновником подставляются греки и римляне. И что христианство было на стороне греков и римлян, и они виновны в разрушении храма. Такая трактовка, что христиане. Вопрос в том, насколько вот две эти точки зрения, я так понимаю, что Саша читал Иосифа Флавия, как исторический роман, а я из еврейской школы, как их преподнесение. Что верно? Я имею в виду исторически верно. Таня, извините, пожалуйста. Так я не понял, кто виноват? Христиане виноваты? Да. Вот Таня имеет в виду, к чему учат? Христиане виноваты, к чему учат? Вопрос в том, что христиане, христиане, кто виноват? Кого она имела? Это просто исторически... Ну, а если я не понял? Вопрос вот в чем. Евреи, они обвиняют христиан, что они на стороне римлян виноваты в разрушении храма. Я могу сказать одно. Единственное, что это глупо и тупо. То есть, никаких доказательств этого в литературе первого и второго века нет. Единственное, скажем так, доказательство мы имеем, что отцы ранней церкви, что когда римляне пришли, чтобы окружить Иерусалим, мессианские евреи бежали из города потому, что было пророчество Иешуа и когда они покинули город их назвали предателями. Они были как бы пацифистами. Они научились от Иешуа не брать меч. И во время второго восстания против римлян через 65 лет когда Барх Кохбу провозгласили мессией Раби Акиба Акиба это сделал и мессианские евреи снова-таки не могли следовать за ним по этим двум причинам мессианских евреев назвали предателями. А не потому, что они были на стороне римлян. Нет никаких упоминаний, даже самой маленькой горстки пыли нет. Есть нам наиболее достоверно что это антисемитская мифология.